Здравствуйте! В эфире передача Актуальность сегодня. В этом выпуске будем говорить о древнем азербайджанском городе Иривань, который сейчас является столицей Армении. Гость нашего выпуска – генеральный секретарь парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асеф Гаджи, которому в ноябре 2018 года в очередной раз довелось побывать в Ириване. Здравствуйте, Асеф Мелли. Мы рады, что вы нашли время. Мы давно планировали с вами этот разговор, потому что надо признать, что граждане Азербайджана бывают в Ириване довольно редко. Это редчайшее явление. И мы решили не упустить возможность побеседовать с вами и уже из первых уст непосредственно глазами азербайджанцев узнать, что из себя представляет этот древний азербайджанский город, сейчас который является столицей Армении. И я хотел бы в первую очередь коснуться такого вопроса. Вы в беседе до передачи еще сказали, что неоднократно были ввиду своей должности в Ириване. Вопрос безопасности. Как он решается? И наверняка вы и сами думаете перед поездками и так далее. Задумывайте о вопросах безопасности. Все-таки Азербайджан и Армения находятся в состоянии войны ввиду оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана. И это может быть небезопасно. Ну, во-первых, хочу сказать, что за последние два года это мой второй визит в Ириван. Но надо объяснить слушателям, почему я последние два года два раза бывал в Ириване. Дело в том, что, как вы сказали, я являюсь генеральным секретарем парламентской ассамблеи Черноморско-экономического сотрудничества. То есть как международный чиновник, куда входит Армения в нашу организацию. То есть в каждой стране бывают мероприятия, на которых генеральный секретарь, это его обязанность, должен присутствовать. Поэтому два года тому назад я был на заседании одного из наших комитетов в Ириване. А теперь недавно состоялась генеральная ассамблея. То есть каждые полгода у нас в разных странах, согласно английскому алфавиту, происходит генеральная ассамблея. Председательство было в Армении, сейчас перешло в Азербайджан. И через полгода, в июне, в Азербайджане будет генеральная ассамблея. И после генассамблеи председательство перейдет в Болгарии. Во-первых, о безопасности. Естественно, перед тем, как поехать туда в письменной форме, я получаю от армянской стороны гарантию безопасности. И должен сказать, что в период моего пребывания 24 часа я обеспечен охраной. То есть даже когда я сплю у себя в номере, у моих дверей, дежурят некоторые молодые ребята, охрана. То есть они официально представлены мне, представляются. Ну и меняются периодически. Так что в смысле безопасности, я думаю, что безопасность гарантирована. Но в данном случае это не излишне, по вашим ощущениям? Все-таки азербайджанцы будут в Ереване. Конечно, не излишне. Потому что, понимаете, не дай бог, если выйти на улицу и узнать, что азербайджанец, если не будет охраны, кто гарантирует, может гарантирует мою безопасность. Поэтому это непременное условие моей поездки туда. И заранее это все обговаривается. То есть будучи в Ереване, вы отчасти понимаете, что вы рискуете? Ну, вы знаете, есть долг службы, который надо выполнять. Конечно, имеется риск. Но что делать? Работа есть работа. Надо исполнять свои функции. Вот и мне приходится ездить. Конечно, процесс не очень приятный, сразу скажу. Потому что, как только появляется пресса, а забывает обо всех, вся пресса сосредотачивается вокруг меня. Вопрос только мне. Ну, в основном не по поводу ассамблеи, не по поводу нашего заседания, а вообще по поводу ситуации между Азербайджаном и Арменией. То есть фактически страны находятся в состоянии войны. Армения оккупировала азербайджанские территории. Поэтому небезопасно ездить туда. Вы сказали о том, что вам представляют охрану. Насколько вы свободно чувствуете себя в Ереване? Вам позволяют все увидеть или увидеть только то, что необходимо? Ну, я не помню, что мне в чем-то было отказано. Даже более того, сообщу вам, в 2006 году, я тогда был депутатом Мили-Мажлиса, мы с депутатом Мили-Мажлиса Муса Гулиевым, Муса Урут, иногда он идет, проходит в прессе, были в Ереване и принимали участие в работе Генеральной Ассамблеи по ЧЭС. А Муса, он родом из Армении. И он тогда изъявил желание посетить родную деревню, где он родился, где он вырос, где школу закончил. И такая поездка была организована. И когда на пресс-конференции в Армении я сообщил о том, что увидел Муса в своей деревне, разрушено кладбище, то есть от него ничего не осталось, возник вопрос, кто разрешил и кто взял его туда. Ну, уже было поздно, так сказать, потому что факт был совершен, поездка была совершена, он увидел свою деревню, он был у себя дома. И вот интересно, он рассказывает историю, как в его доме, родном доме, живет Арменин, и на стенке была фотография его сына. Когда Муса спросил, что это фотография, он сказал, что он погиб в Карабахе. И на вопрос Мусы, а что он там делал? Он же гражданин Армении. Что делал гражданин Армении в Карабахе? И только сожаление со стороны этого Арменина. То есть, почему я привожу этот пример, понимаете, народ в Армении понимает, что проблема Карабаха ничего хорошего не дала. Я очень надеюсь, что нынешнее руководство Армении наконец поймет, что, понимаете, в 21 веке заниматься, купаться, ничего хорошего народу не дает. Вы сказали, что особо таких больших ограничений, когда вы бываете в Ереване, у вас нет. Поэтому я хотел бы поинтересоваться, как вы считаете, есть ли у этого города сегодня, города с большими азербайджанскими корнями, своя атмосфера, своя аура? Потому что принято считать, что у каждого города есть свои какие-то ощущения. Да у Парижа, Лондона, Баку. Есть ли сегодня что-то такое у Еревана? Вы знаете, конечно, трудно за 3-4 дня понять ауру города. Все же познается в мире сравнение. Конечно, я сравниваю Ереван с теми городами, где бывал в последнее время. Ну, конечно, к сожалению, хочется отметить, что действительно город имеет блеклый вид. Как чуть-чуть отойдете от центра Еревана, это заброшенные улицы, дороги как будто после бомбежки. Да с Баку вообще мысли нет сравнивать. Понимаете, народ армянск говорит, что вот у них экономика развивается, у них там высокая средняя зарплата. Понимаете, можно по-разному оперировать цифрами, но есть факт. Вот посмотрите, согласно армянской статистике, сколько человек в год покидают Армению. Десятка. Философия человеческой жизни такова, что человек хочет жить там, где ему хорошо, но в первую очередь на родине. Не десятки. По армянской статистике, каждый год Армению покидают от 70 до 100 тысяч человек. Почему люди покидают? Наверное, нет хорошей жизни. Наверное. Поэтому эти цифры, которые иногда декларируются со стороны армянских властей, я думаю, что они не соответствуют действительности. Вот хочу пример привести. Когда мы были в Ереване, мы посетили мечеть, которая находится в центре Еревана. В неплохом состоянии, отремонтированная. Вот армянские власти говорят, что вот они такие толерантные, видите, в центре Еревана. Они вот сохранили мечеть для мусульман. Вот возникает вопрос, для каких мусульман? А вы знаете, кто настоятель мечети? Ген Ферминин из Еревана по имени Вазген. Вот тогда возникает вопрос, если хорошо, мечеть для мусульман, которых, как они говорят, что много в Ереване, неужели нельзя было бы найти настоятеля, который был бы мусульманером? Вообще, это некий нонсенс, когда армянин, христианин, правда, он говорит по-азарбачански. И то, не хочу, конечно, говорить многое. С ним тоже говорили, с разными людьми говорили на многие темы. Люди устали от карабахской проблемы в Армении. Ну, в свое время они не могли это высказывать. Сейчас, я надеюсь, что произойдет потепление. Люди будут выражать свое мнение, что Карабаха ничего не дал. В Армении непонятно, кто управляет страной. Какие-то силы внутри, которые могут устроить террор в парламенте. Понимаете, сегодня в нормальном государстве строить террор в парламенте – это некий нонсенс. И, кстати, по этому поводу, когда мы были в Ереване, журналисты задали вопрос моему коллеге, Мурсия Гулиеву, что не боитесь ли вы, что здесь может быть покушение на вас? Армянские журналисты интересовали? Да, да, интересовали. И он очень хорошо ответил. Он говорит, один раз в парламенте террор устроили. Надеюсь, что второй раз сумма хватит не устраивать. Кстати, вы сказали по поводу мечети. Я планировал задать вопрос по этому поводу. Правда ли, что они представляют эту мечеть… Ну, очевидно, что это азербайджанская мечеть. Очевидно, что это мечеть, которая когда-то служила жителям города азербайджанцам. Что они пытаются представить эту мечеть как любую, но не азербайджанскую мечеть? У них в стране идет такое тотальное отрицание всего азербайджанского. Понимаете, это тоже говорит о, как вам сказать, ну, не совсем, ни в какие культурные ценности, понимаете, это не укладывается. Ни в религиозные, ни в национальные. Отрицать, что вот это мечеть, но не азербайджанская. Вот есть буквально несколько лет там у нас в Азербайджане была издана книга, где были приведены много фотографий. Вот есть фотография Еревана, где явно видно, это не фотография, по-моему, это картина, написана русским художником, где видно очень много мечетей. Кстати, она, вот я ее хотел, и чтобы зрителям мы ее покажем. У меня возникает вопрос. Вот, пожалуйста. Вот я как раз эту фотографию имел в виду. Смотрите, какое количество мечетей. Историки даже называют, которые смотрят на эту картину, что Ереван – это город миноретов и мечети. Ну, естественно, понимаете, это был чисто азербайджанский город. Понимаете, Азербайджан – цивильная страна, Азербайджан смотрит в будущее. Мы живем без претензий на чужие территории, но вернуть свои территории – это наша обязанность, это наше право. Я уверен, что эти территории будут возвращены. Да, Ереван был азербайджанским городом исторически, но сегодня Азербайджан не поднимает этот вопрос, что Ереван надо вернуть Азербайджан. Но оккупированные территории должны быть возвращены. Азербайджан является членом Организации Объединенных Наций. Армения тоже. Каждая страна, когда принимается международная организация, указываются границы, в которых она принята. ООН – это самая уважаемая организация. Здесь четкие границы, где показано, что Нагорный Горобах – это составная часть Азербайджана. Поэтому в этих границах Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Эти границы никто не может поменять. И вообще, понимаете, принцип территориальной целостности – это главный принцип второй половины XX и XXI веков. Азербайджан, я вновь возвращаюсь к картине российского художника Рубо. Это картина того, как российские войска брали Ереванскую крепость. Когда смотришь, во-первых, ощущаете ли вы, что жители Еревана понимают это? Потому что, понимаете, это настолько разительно, настолько очевидно, что они живут в городе однозначно с азербайджанскими корнями. Но они это все разрушили и теперь пытаются построить свой город. И возникает там одна такая проблема. Есть ли понятие «старый Ереван»? Потому что если говорить о древнем городе, любые города, которые говорят, они древние, у них всегда есть и древний вот этот город. Есть ли понятие «древний»? Потому что получается так же, насколько я понимаю, древний Ереван – это все-таки мусульманский. Это все-таки вот эти мечети, минареты. Но они все это разрушили. И как так получается? Без древнего города, но все-таки город древний? Там подход немножко другой. Под древним Ереваном есть на окраине части Еревана, которую они называют древними, где имеются храмы, которые после построены. То есть этих храмов не было, этих храмов потом построены. Ну, вы знаете, нам всем известно, как фальсифицируют армяне историю, поэтому следов практически они пытались уничтожить, все следы мусульманской культуры, которая была. Ну, понимаете, память такая вещь, что из памяти не стерешь. Вопрос в другом. Хочет ли человек верить в это? Там идет тотальная такая политика отрицанием всего мусульманского, особенно азербайджанского. Ссылки на всякие там, кто древней народ, мы или армяне. Вы понимаете, это настолько бессмысленные сравнения, что кто древней, ну хорошо, кто-то древней, ну и что? Нет, ну зачем разрушать? Архитектуру-то зачем? Сейчас мы должны, вот посмотрите, был древний Рим. Ну, съездите в Рим. А они разрушали эти памятники? Нет. Посмотрите, монументальное здание, Колизей. Уничтожили они Колизей? Нет. Они пытаются сохранить то, что от него осталось. Это некая культура народа, понимаете? Если у Расула Гамзатова, по-моему, есть очень хорошие слова в книге «Мой Дагестан», он говорил, что если в прошлое выстрелить из ружья, то будущее выстрелит вас из пушки. Поэтому если мы будем кто-то, какая-то нация, какой-то народ будет пытаться как-то зачеркнуть свое прошлое, ничего хорошего в этом не будет. Понимаете, прошлое надо помнить, чтобы плохое, которое совершилось в прошлом, не повторялось, но думать надо о будущем. И вообще сегодня, в 21 веке, понимаете, мы живем для процветания нации. Цель каждого государства – это процветание. А процветание возможно только в сотрудничестве. А если мы отрицаем всю нашу историю, о каком сотрудничестве может быть разговор? Но я все-таки опять же хотел бы вернуться к Еревану, к его архитектуре. Не кажется ли вам, что город немножко мрачноватый? Ну, мрачноватый – это не то слово. Понимаете, иногда я говорю, что создает такое впечатление, что город только что оправился от бомбежки. Вот буквально, в смысле, грязные здания, дороги в ужасном состоянии. Даже, может быть, в советское время не так было. Только центральная часть Еревана, она как бы там вычищена, приведена в порядок. Где площадь, где вот гостиница. А чуть-чуть, в 100 метров, 200 метров вы отойдете, видите, полный разрух. Поэтому я думаю, что народ понимает это. Новая власть, от новой власти армянский народ. Понимаете, мы не против армянского народа. Мы против власти, которая вела оккупационную политику. Так, я думаю, что народ и нынешняя власть должны, наконец, понять. Понимаете, истории дано нам быть соседями. И это никто не может изменить. Что оккупации надо положить конец. Не будет положен конец оккупации. И опять говорю, что события апрельской войны могут повториться. Азербайджан имеет полное право на это. Особенно, мы, конечно, сравнивать два города, Баку и Ереван, очень сложно. Потому что это несравнимые вещи. Это Ереван, как вы его описываете, в принципе, предсказуемо, что это довольно-таки отсталый город. Чего не скажешь о Баку. Это современный, развитой город. И постоянно развивающийся, меняющийся. Но если сравнивать жителей, простых ереванцев и Баку, чем они отличаются в данном случае? Вы знаете, я скажу вам другое. То, что Баку красавец город, Баку развивается, об этом подчеркивают все иностранцы, которые приезжают в Баку. Я могу судить по членам нашей организации. Поэтому тут никакого сравнения вообще не может быть. Разница как между небом и землей. Но я хотел бы подчеркнуть другое. Вот Баку вы ходите на улицу. Люди приятно одеты. На лицах улыбки. Почему? Потому что страна развивается. Экономические показатели улучшаются. Жизнь год от года становится лучше и лучше. Поэтому людей на лицах вы можете заметить улыбки. Выйдите в конце недели, в субботу, в воскресенье. Огромное количество людей на бульварах. В Баку есть много мест, где можно погулять. Чего не скажешь о Ереване. Это не современный город однозначно. Он почти не изменился. Как он был в советское время, он практически не изменился. Нет вот таких прекрасных небоскребов, которые у нас в Баку. Посмотрите в Азербайджане. В Баку старина, древность и рядом современное здание. Что такое современное здание? Это мощь азербайджанской экономики. А что такое древность? Это наша культура. Это наша история. Глубокая древняя история. Мы чтим, храним свою историю, свою память, свою культуру. И в то же время мы развиваемся. Мы развиваемся. Посмотрите, здание прекрасное, современное. Такой красоты я не знаю в мире, где вы можете найти. Конечно, красоту придает море. За городу Баку. А что сказать о Ереване? Кстати, какой город в мире он вам напоминает больше? Ереван. Да, и вы попали в него, и у вас ощущение, что где-то... У меня, честно говоря, такое мрачное впечатление о городе. Ну, всякие заведения, они в таком находятся. Знаете, вот я помню, вспоминаю первые годы независимости. Вот эти маленькие магазинчики, будки, в которых продавали всякие напитки, сигареты. Но в Баку возрождение ни одной будки не осталось. Ни одной. Причем самое интересное, что не только в Баку. Я вот всем приезжающим в Баку говорю, что вы не думаете, что такое разведение только в Баку. Вот приезжайте в любой другой город. Я даже специально, когда был главой делегации Мили Морисов-Пачес, специально одно заседание попросил, чтобы мы сделали в Гяндзе. И когда люди приехали, увидели, что да, не только Баку развивается. Это, кстати, та особенность последних лет, что международные мероприятия мы и в регионах. Надо показывать регионы, развивать регионы, потому что у нас развиваются и регионы. Благодаря политике господина президента вот это развитие перекинулось на регионы. И самое приятное, что, вы знаете, в регионах возникла сейчас здоровая конкуренция. Очень приятно, что в Азербайджане сохранен облик всех городов. Мультикультурализм, которому придается большое значение в Азербайджане, действительно, Азербайджан – это яркий пример. Вот приезжайте в Гянджу, приезжайте в Щеки. Щеки уже совсем другая культура в том плане, что культура домов другая, традиции несколько другие. Конечно, все это богатство азербайджанского народа. Но наше вот достояние в том, что действительно очень много разного можно увидеть в Азербайджане. – Азербайджан, я не знаю, вы разделяете эту мысль или нет. Я просто из своего, да, из того, что я вижу по картинке. Я в Ереване не был, да. Но в Ереване периодически любят проводить ночные факельные шествия. Мне лично очень сильно, вот когда я вижу эти кадры, очень сильно напоминает хронику 30-х годов Берлина. Вот есть ли у вас такие ассоциации? Очень сильно напоминает. Ну, не знаю, к счастью или к сожалению, ночью я не гулял по Еревану. Хотя, когда с ужина возвращались, можно было бы видеть город. Он очень темный. Нет вот этих иллюминаций, которые у нас есть в Баку. Потом вот глядя на эту картину, я сейчас вспоминаю Ереван. В Ереване в центре всего одна мечеть и один минарет. А вот остальные, то, что здесь есть, все это уничтожено. Это варварство, я считаю. Они это понимают. Это все-таки лицемерие в данном, незнание. Вы знаете, это все зависит от того, как передается следующему поколению. Дело в том, что когда человека воспитывают, он еще мозг не сформировался. Как его будете воспитывать, так он и будет думать. Ну, по-видимому, мы их воспитывали так. Что этого не было, это варвары были, поэтому это надо уничтожить. Ну, считаю, что, понимаете, это, наверное, черное пятно в истории народа, когда разрушалась другая культура. Вообще, разрушать элементы какой культуры – это варварство. То, что было разрушено, его не вернешь. Но историю надо помнить. Вот такие книги, о которых я упомянул, которые несколько лет назад в Азербайджанской национальной академии и институтом истории была выпущена. Считаю, что такие книги надо выпускать. Это очень важно. Вот такие картины надо отражать в них, потому что это факт, понимаете. Это факт, против которого невозможно пойти. Были огромное количество мечетей, минаретов. О чем это говорит? Значит, там жили мусульмане. Какие мусульмане? Азербайджанцы. Да, это исторический был город Азербайджанск. Да и название его Ереван. Посмотрите на фамилии армянские. Ну да, это больная тема. Практически 90% фамилии. Они все имеют тюркские корни. Даже мы не будем сейчас заострять, но в нынешнем армянском правительстве достаточно много людей. Имена, понимаете, имена. Это традиции очень много. Зачем это отрицать? Тюркских традиций, понимаете, когда идет там спор, кому принадлежит это блюдо, например. У меня все время ссылка такая, что вы посмотрите слово, название, оно от какого слова исходит. Ну, есть же правила языка. Конечно. Как формируется название, понимаете? Лингвистика, предмет. Ну, конечно, оно идет, название идет от того народа, кому это принадлежит. От этой культуры. А, с вами, подытоживая наш разговор, ценность вашего ноябрьского визита, на мой взгляд, была еще и в том, что вы побывали в Армении, уже в которой произошла смена власти. Она произошла в мае. Ну, если со стороны смотреть на их заявления, то, что пишут армянские СМИ, якобы там просто, ну, ежечасно какие-то изменения происходят в лучшую сторону. Были ли вы свидетелем этого? Что думают простые армяне об этом, простые ереванцы? На самом деле все так меняется. Я разговаривал с простыми ереванцами, армянами, в частности с охраной, ну, вообще с депутатами. Конечно, армяне очень большие надежды связывают с новым руководством. Люди устали от этой войны. Люди устали от разрухи. Люди устали от бедности. Понимаете, сейчас в новых властях люди видят, что, да, придет новая власть. Она принесет что-то полезное, что-то позитивное. Но, вы знаете, я думаю, что формула очень простая. Если новые власти действительно хотят улучшить жизнь армянского народа, в первую очередь надо освободить им оккупированную территорию. Это необходимое условие. Без освобождения оккупированной территории ни о каком развитии Армении не может быть разговора. Понимаете, они надеются на диаспору. Ну, как долго диаспора будет давать просто так деньги? Ну, можно год давать, пять лет. Ну, вот, наконец-то надоедать. Да зачем? Поэтому, в первую очередь, они должны освободить оккупированную территорию. Признать, что Нагорный Карабах – это территория Азербайджана. Наши беженцы должны вернуться в места постоянного проживания. После этого, наверное, ну, это, как говорится, не в рамках моих полномочий. По-видимому, после этого будут разблокированы какие-то коммуникации. Начнется... Конечно, это требует времени. Так быстро сказать, что вот завтра они оккупировали, все вернулись и все. Забылось? Нет. Конечно, это очень глубокие раны, которые мы имеем. Ну, время залечивает многое. Так, и все-таки я считаю, что мир должен прийти в этот регион. Асамарин, большое спасибо вам за участие, за интересные и содержательные ответы об этом древнем азербайджанском городе. Спасибо, благодарю. Ваше телевидение. Не первый раз вы меня приглашаете в ваше телевидение. У вас очень большая аудитория, которая с удовольствием вас смотрит. Поэтому желаю вам успехов. Спасибо. Я напоминаю о древнем азербайджанском городе Ереване и о его сегодняшнем состоянии. Мы говорили в рамках передачи «Актуально сегодня» с генеральным секретарем парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Ассафом Гаджием, которому в ноябре 2018 года в очередной раз довелось побывать в Ереване. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»